Здравствуйте, уважаемые коллеги! В первую очередь я бы хотела поблагодарить организаторов за то, что меня пригласили на эту конференцию с таким докладом. Всегда с огромным уважением относилась к анестезиологам. Мне кажется, это специализация, которая требует сплава такого не только огромных знаний, чисто физических умений, но еще и огромной интуиции. Поэтому мне вдвойне приятно. Тема доклада звучит так. Это алгоритм действий при выявлении различных видов аритмий, связанных с применением общих анестетиков. Аритмия — дело такое, что практически при любом заболевании любой врач, любой специализации может с ней столкнуться. И в том числе, безусловно, это та проблема, с которой сталкиваются анестезиологи, проводя общую анестезию. Нарушение ритма сердца — это изменение в чистоте, регулярности и источнике генерации электрических импульсов сердца, что является следствием нарушения их возникновения или проведения. Нарушение ритма сердца — это любые отклонения от синусового ритма. Не факт, что нарушение ритма протекает с аритмией. Это могут быть нарушения проведения, которые не проявляются в нарушении ритма. Тем не менее, они подпадают все-таки под такое определение. Ну вот, в понятие ритмы входят и нарушение ритма с высокой частотой, и нарушение ритма с нормальной, и с низкой частотой, с правильным и неправильным ритмом. Причин нарушения ритма — огромное количество. Они могут быть как внутрисельничные, интерпредиальные. И это практически любая болезнь сердца может вызвать нарушение ритма. Я даже сейчас не буду в это вникать. И экстракардиальные, которые подразделяются на внешние воздействия. Это любые, ну не любые, а те или иные, скажем так, промокологические воздействия, токсические, травматические травмы сердца. И внутренние причины — это болезни внутренних органов. Болезни респираторной системы, болезни эндокринной системы, патология желудочно-кишечного тракта, болезни центральной нервной системы. То есть для того, чтобы выяснить, в чем причина ритмии, нужно провести очень серьезную аналитическую работу. Как выявить ритмию? Вот к нам пришел пациент, который требует общего наркоза. И что нам нужно сделать для того, чтобы не пропустить те или иные нарушения ритма, или предположить, что эти нарушения ритма могут возникнуть? Первое — это, безусловно, настороженность. Не нужно про нее забывать, про то, что бывает ритми. Второй шаг — это анализ породной предрасположенности. Это большая подсказка в нашей ветеринарной работе, потому что определенные породы имеют определенные склонности, скажем так, породной предрасположенности, и к нарушениям ритма в том числе. Третий шаг — это аускультация сердца. Простой аускультации сердца можно достичь многого. Мы можем выявить факт нарушения ритма, и тогда уже проводить те или иные дополнительные методы исследования. Первый дополнительный метод исследования для выявления ритми — это ЭКГ. Безусловно, это экспертный метод. В определении нарушения ритма сердца мы можем не только определить, что есть нарушение ритма сердца, при аускультации мы можем выявить и дать точную диагностику, какое это нарушение ритма. Это, безусловно, интероперационный мониторинг. То есть, просить, скажем так, животное в период общей анестезии без интероперационного мониторинга — это закрыть себе глаза. И это во многих случаях помогает для быстрого реагирования. Это создание формализованных карт проведения антиаритмической терапии, чтобы в момент, когда мы диагностируем серьезное нарушение ритма, не пугаться, не хвататься за первое попавшееся средство, а значит, делать в первую очередь, в вторую, в третью. Все шаги, дозы и прочее, и прочее. То, что в тот момент, когда, может быть, мозги отключаются, нужно иметь помощника, скажем так. Породная предрасположенность. Немецкие овчарки имеют предрасположенность к нарушениям ритма, которые к генетически обусловленным желудочковым ритмам. Боксеры — это порода собак, которые очень склонны к право-желудочковым нарушениям ритма, потому что у боксеров выявлена породная предрасположенность к такой болезни, которая называется ритмогенодисплазия правого желудочка. Это деберманы. Это та порода, которую мы, кардиологи, все знаем и законно боимся, поскольку у деберманов очень часто проявляется в желудочковом нарушении ритма, в левожелудочковой тахикардии, которая, в общем, может перейти в фатальное осложнение, в желудочковую, в фибрилляцию желудочков и в асистолии. Миттершнаусы, Твергшнаусы и Твергшнаусы склонны к блокадам, к облокадам и к облокадам разной степени. Это у них встречается чаще, чем у других пород. Второе. Выявление аритмии. Что мы можем сделать для того, чтобы поймать нарушение ритма? В первую очередь, это даже простое обычное ЭКГ-мониторирование, 5-минутное исследование, которое по исследованиям имеет корреляцию с длительными такими исследованиями, как суточное, полуторское мониторирование, может дать достаточной информации, но только в том случае, если нарушение ритма достаточно часто. ЭКГ-мониторинг. Мы можем провести в предыдущих эпизодах нарушения ритма, просто положить животное на стол, включить ЭКГ-монитор, и в течение, скажем, часа, 2-х часов промониторировать ритм и посмотреть, есть ли какие-то нарушения или их нет. И суточное, полуторское мониторирование дает информацию о нарушениях ритма, о их наличии или отсутствии в течение 24-х часов. Если вы получили те или иные отклонения на ЭКГ-исследование, дальше нам нужно провести поиск возможных причин. Первое – это появление кардиальных патологий. Это исследование сердца, появление врожденных пороков, приобретенных, врожденных аномалий, проводящих системы, и самых разных болезней сердца, которые, в принципе, бывают. Для этого необходимо провести полное кардиологическое обследование, которое включает и осмотр, и эхокардиографию, и рентгенографию, и исследование биомаркеров, и так далее, и так далее. То есть, в первую очередь, мы исключаем возможные причины, которые локализуются непосредственно в сердце. Второе – это выявление экстракардиальных причин. Здесь поиск расширяется значительно, потому что, как я уже сказала и повторюсь, причин возникновения нарушения ритма сердца огромное множество. Это электролитные нарушения, которые могут возникать в результате болезни эндокринной системы, например, гипоадренокартицизма, при гипертензии гипоадренокартицизма, которые вызывают гиперколемию, гипотириидизма, уменьшение ответа на симпатическую стимуляцию и возникновение брадикардии. Это метаболические нарушения при септическом шоке, при остром расширении желудка, при почечной недостаточности, панкреатиты, все эти и еще несколько проблем могут вызывать непосредственно нарушение ритма сердца. Опухоли, такие опухоли, как, например, фехромацитомы, вызывают повышение уровня катехоламина, вызывают стойкую, непроходящую тахикардию. Опухоли селезенки за счет определенных влияний, в том числе болевого синдрома, могут вызывать нарушения, связанные с желудочковыми аритмиями. Аускультация сердца. Подойдя к аускультации, первое, что мы можем выявить, это тахикардия или брадикардия. Быстро или медленно, или нормокардия, или нормально бьется сердце, с какой частотой. Второе, что мы можем выявить при аускультации, это равномерность и неравномерность ритма. Есть ли алитмия? Насколько равномерно бьется сердце? Мы должны сказать, что, безусловно, мы все с этим постоянно, каждый день сталкиваемся, что наиболее частая аритмия, это респираторная или синусовая аритмия у собак, которая, в принципе, является порядком нормы. Для кошек регулярный ритм, вот норма, а все нарушения ритма, это уже патология. Внеочередливость к рощению, иногда можно аускультировать экстрасистолы, можно аускультировать, но чаще аускультируется пауза после экстрасистолы. И желательно при аускультации сочетать аускультацию с пальпацией пульса на бедренной артерии. Она совпадает, волна на бедренной артерии, волна пульсовая совпадает с первым тоном, но чуть-чуть запаздывает. Но, в принципе, вот таким образом можно проверить дефицит пульса, который сопровождает определенные нарушения ритма, например, экстрасистолы, чаще желудочковые экстрасистолы или верцательную аритмию. Это вот очень полезная помощь. Анестетики и средства для наркоза, приводящие к нарушениям ритма. То есть, скажем, мы уже взяли животное на операцию, и то, что, в принципе, может вызывать те или иные нарушения ритма, вот галогенцидержащие анестетики, глотан, вызывает скистизацию катехоламино-зависимой желудочковой аритмии, и зависит это от дозы. С осторожностью нужно использовать пациентов с предшествующей, то есть выявленной перед наркозом желудочковой аритмии или нарушением функции миокарда. Те или иные проблемы, связанные с сердечной мышцей. И у пациентов с расширением желудка. Изофлюран менее ритмогенный, чем глотан, и меньше угнетает сократимость миокарда, вызывает более выраженный гипотензивный эффект и в большей степени показан эфициент, который склонен к желудочек и маритмиям. Гетамины залетил, повышая частоту сердечных сокращений, артериальные давления и потребность миокарда в кислороде. Желательно избегать применения этих препаратов с гипертрофической кардиомиепатией, стенозами клапанной лёгочной артерии и аорты, так как увеличение частоты сердечных сокращений и повышение сократимости, повышая это внутрижелудочковое давление, может привести к декомпенсации такого рода пациентов, в том числе с нарушением ритма сердца. Ксилозин вызывает партиокардию, снижает сердечный выброс, повышает системное сосудистое сопротивление. За счёт этого используют обязательно в комбинации, но и с атерпенизацией, при этом увеличение, в том случае, если используют такую комбинацию, увеличение частоты сердечных сокращений при уже высоком системном сосудистом сопротивлении, увеличивает нагрузку на миокарды, потребности у в кислороде, что, суть говоря, может и провоцировать нарушение ритма. Наркотические анальгетики могут вызывать известное угнетение дыхания, в больших дозах могут вызывать тахикардию, которая требует введения антихиоэнергических средств, но при этом они хорошо поддерживают сердечный выброс, артериальное давление и перфузию ткани. Тиапентал натрия вызывает снижение сократительной способности миокарды, периферическую воздивитацию, уменьшает генозный возврат. У животных, это всё важно, у животных с гиповелемей или с тампонатой сердца, поскольку вот все эти действия могут вызвать быструю декомпенсацию и, соответственно, при этом ещё могут возникнуть жизнеугрожающие аритмины. Пропофол обладает гипотензинным действием, может вызывать статуснижение сократительной способности миокарда и этот эффект зависит от дозы. Потенциально аритмогенной может быть комбинация пропофола с ксилозином за счёт вот такого многоуровневого воздействия на сердце. Я сюда включила ещё допамин, просто потому что его часто используют в анестезиологической реанимационной практике. Это антогенный предшественник норадреналина. Известно, что он приводит к увеличению содержания циклической АМФ и кальция внутриклетки за счёт стимуляции БТ-рецепторов и способен увеличивать частоту сердечных сокращений, при этом может вызывать нарушение ритма в том случае, если воздействие происходит в довольно больших дозах у животных с хронической сердечной недостаточностью, то есть предлительная гиперактивация симпатико-адреналовой системы. Сейчас всё больше и больше кардиологи отказываются от применения допамина в случае хронической сердечной недостаточности, заменяемых другими препаратами, но вот это нужно учитывать. Интраоперационный мониторинг. На что мы в первую очередь должны обращать внимание внутри операции? Это какова частота сердечных сокращений? Нормокардия, тахикардия или брадикардия? В тахикардии здесь показаны нормы, что ЧСС более 160 ударов в минуту, это в среднем у собак, и уменьшение ЧСС менее 60 ударов в минуту, у собак и 120 ударов в минуту у кошек, считается брадикардия. Опять-таки, как при аускультации, второе, на что мы обращаем внимание, это регулярность ритма. Регулярный он или нерегулярный. На ЭГГ мониторим, смотрим желудочковые комплексы, следуют друг за другом через равные промежутки, или эти промежутки неравные. И третье, это если мы выявили аритмию, нам нужно выяснить ее постоянство, насколько она постоянная. Она, появившись, длится долго, то есть она является пароксизмальной, или она устойчивая и постоянная, значит, она не пароксизмальная. Но вот длительность интервала РР мы определяем, если она одинакова во всех обведениях, и между, при этом есть правильные волны между комплексом и КРС, значит, мы столкнулись с трепетанием претерпий. Если нет, то мы можем говорить о наджелудочном или желудочном водителе ритма. Это в том случае, если ритм не синусовый. Если длительность интервалов РР не одинакова, и при этом есть волнистость между этими желудочковыми комплексами, значит, скорее всего, мы столкнулись с мерцательной ритмией. При этом нужно остановить форму мерцательной ритмии. Она может быть нормосистолическая, брать систолическую и тахисистолическую, и после этого проверить ЭКГ на наличие желудочковых экстрасистов. Если волнистости между волнами и РР мы не видим, значит, необходимо проверить наличие экстрасистолии. Мерцательная ритмия. Вот две основные формы мерцательной ритмии. Мы видим, что интервалы РР не равны. При тахисистолической форме это не очень хорошо заметно, но, тем не менее, видно, что интервалы здесь больше, здесь меньше. Это неравномерность интервала, это на ритме еще называется абсолютная ритмия, не раньше называлась, по крайней мере. И здесь вот мелковолновая форма. Видно, что зубцов П нету, неравные интервалы РР, и волны Ф маленькие, так называемые, это признаки, основные признаки мерцательной ритмии, статисисторической формы. Часто бывает имитация таких волн, это тремор у животного, но, тем не менее, тремор обычно идет по излинии, но, тем не менее, зубцы П сохраняются. Здесь мы видим брадисистолическую форму мерцательной ритмии, частота небольшая, волны более крупные, но все те же самые особенности сохраняются. Это нерегулярность ритма и волнистость. Экстрасистол, если мы вдруг видим внеочередные сокращения, мы должны определить отношение к предыдущему комплексу КРС. Если это отношение имеется, то есть есть интервал сцепления, короткий интервал между предшествующим комплексом и внеочередным сокращением, и есть компенсаторная пауза, то есть длительный интервал после него, значит, мы столкнулись с экстрасистолой. Если такое отношение отсутствует, скорее всего, это выскальзывающее сокращение, то есть это такое сокращение, которое спасает сердце от асистолии. Вот здесь видно разницу между экстрасистолой, так, только простите, но я написал притерный, это, безусловно, желудочного экстрасистола. И здесь выскальзывающее сокращение. Мы видим, что желудочного экстрасистола имеет короткий интервал сцепления, компенсаторную паузу после экстрасистола и интервал сцепления с предшествующим сокращением. А здесь мы видим длительный период асистолии и вот такой вот комплекс, из желудочка он вышел. И это то самое выскальзывающее сокращение, которое спасает это сердце от остановки. Дальше мы смотрим на форму внеочередного комплекса. Отличается она от формы предыдущего комплекса, предыдущих и всех базальных комплексов, или не отличается? Если она отличается, то эта экстрасистола, скорее всего, происходит из проводящей системы желудочков. Если не отличается, экстрасистола из предсердий или от ревентрикулярного узла. Это грубо, но тем не менее, это основное. Здесь мы видим желудочную экстрасистолу, форма сильно отличается, существует интервал сцепления, существуют компенсаторные паузы. Нету зубца П. Здесь мы видим предсердную экстрасистолу, это экстрасистолы в форме бекеминии, это комплекс базального ритма, здесь отрицательный зубец П, нормальная конфигурация комплекса Кур-Эс, здесь тоже самое, нормальный комплекс зубцом П, отрицательный зубец П, предсердные экстрасистолы, и комплекс Кур-Эс, это предсердные экстрасистолы. Дальше мы оцениваем, насколько часто они идут. Они бывают одиночные, например, здесь бывают парные, бывают залповые, три и более, точнее, более трех экстрасистол подряд, мы имеем право уже сказать, что это тахикардия, пробежка какой-либо тахикардии, например, желудочная. Форма экстрасистола, она может быть одинаковая, а может быть разная по форме. Ну, в таком случае, если все экстрасистолы одинаковые, мы говорим о том, что они мономорфные, а в том случае, если они разные по форме, то, что это экстрасистоли полиморфные. Здесь мы видим полиморфные экстрасистолы, они такие вставленные, это из левого желудочка, это из правого желудочка, здесь мы видим мономорфные экстрасистолы желудочек, они одинаковые по форме, на фоне мерцательной аритмии, вообще зубцов по ней видно, здесь вот комплексы базального ритма, это вот каждый второй комплекс сопровождается экстрасистолы желудочком. И потом мы смотрим на положение электрической оси сердца, экстрасистолы, если она отклонена вправо, скорее всего, она исходит из левого желудочка, отклонена влево, значит, из правого. Дальше на желудочковой дахикардии, это регулярные ритмы, которые могут возникать на фоне, ну, практически на фоне всего, и буду опять повторяться, водитель ритма при этом локализован в районе предсердия или альтроватрикулярного узла, если источник в синатриальном узле или альтроватрикулярном узле, то эта аритмия может реагировать на вакустную стимуляцию. То есть, если мы надавим на глазные яблоки или промассажируем сонные артерии, то такая аритмия, то такая тахикардия может либо остановиться, либо стать более ритмомедленной. Конечно, такую стимуляцию бесполезно проводить в том случае, если животное на атропине. Наджелудочковая тахикардия характеризуется тем, что П-зубец деформирован или изменена его полярность. Наличие в отведении 1,2 ив отрицательных зубцов П, которые, собственно говоря, расположены чаще всего позади комплекса Курейс или сливаются с ними. И конфигурация желудочковой комплексы при этом не изменена. Вот здесь вот видно пробежку наджелудочковой аритмии, наджелудочковой тахикардии. Мы видим вот здесь вот комплексы базального ритма П-Куре-СТ, П-Куре-СТ. И здесь пробежка суправентрикулярной тахикардии. Зубцы П не просматриваются, но их можно угадать. Вот здесь, когда они наслаиваются, на зубец Т. Частый ритм, пароксизмальная тахикардия, очень небольшой пароксизм, всего из 7 сокращений. Есть ли зубец, это важно посмотреть, есть ли перед каждым комплексом Куре зубец П, и какую конфигурацию он имеет. Если зубец П нормальной конфигурации, и комплекс Куре-Ст правильной формы, значит, мы имеем дело с синусовой тахикардией. По сути дела, если перед каждым комплексом Куре-Ст есть зубец П, частое сокращение, нормальная конфигурация комплекса Куре-Ст, значит, это синусовая тахикардия. Если комплекс Куре-Ст ненормальной формы, но зубец П имеется перед каждым комплексом, значит, это синусовая тахикардия с нарушением желудочного проведения. Если зубцампы нету, при этом комплексы Курея с нормальной формы и регулярный ритм, значит, скорее всего, мы столкнулись с претербургой тахикардии. Лечение наджелудочковых тахикардий следующее. Вообще, всегда в момент появления той или иной аритмии, безусловно, нужно оценивать гемодинамику. Лечить просто ЭКГ бесполезно, особенно в случае, если у нас животное находится в состоянии общей анестезии. Если мы видим, что давление нормальное, если животное гемодинамически стабильно, нужно подождать, потому что бывает так, что достаточно определенного времени, чтобы аритмия разрешилась. Если мы видим, что животное нестабильно, что давление падает, не каждая пульсовая волна, и каждое сокращение сердца сопровождается пульсовой волной, в таком случае необходимо уже воздействовать. Вводится дилтиазем в таких дозировках внутривенно-полюсно, затем в виде внутривенной инфузии с постоянной скоростью. Нужно учитывать, что дилтиазем, это блокадер кальциевых каналов, обладает довольно выраженным отрицательным йомотропным действием. Его нужно с большой осторожностью вводить к животным, у которых есть те или иные проблемы с сократительной способностью миокарда. Ноукайнамид, внутривенно-полюсно, в такой дозировке, вводится каждые 2-5 минут, доводится до общей коммуникационной дозы 20 мг на килограмм. То есть это вот такие вот инъекции в течение часа можно делать. Вводить его нужно медленно, потому что он может вызвать гипотензию. И затем, если есть хороший ответ на антиаритмическую терапию, при этом аритмия не разрешается, можно продолжить его в виде инфузии с постоянной скоростью. При мерцательной аритмии, тахистолической форме и на желудочковых аритмиях можно вводить дегоксин внутривенно-полюсно в такой дозировке по одной четверти дозы каждые 30 минут до 4 раз подряд. Применение дегоксина оправдано у животных с теми или иными нарушениями, связанными с сердечной мышцей, со снижением сократимости, потому что это, помимо антиаритмика, еще и положительный эндотропный препарат. Он сам может индуцировать нарушение ритма. Вообще, надо сказать, что практически все антиаритмики имеют аритмогенный эффект. В большей или меньшей степени об этом нельзя забывать. Поэтому лечить, безусловно, нужно с большой осторожностью. Еще раз повторю, что просто лечить животное с аритмией, но мы еще будем говорить о серьезных жизнеугрожающих аритмиях, просто лечить аритмию опасно, потому что сам антиаритмог может вызвать довольно серьезное нарушение ритма сердца и усугубить даже те нарушения, которые уже имеются. Желудочковая тахикардия – это та проблема, с которой мы сталкиваемся чаще всего у собак. Желудочковые нарушения ритма. Желудочковая экстрасистова, желудочковая тахикардия – это вторая по частоте после мерцательной аритмии аритмия. И как раз желудочковое нарушение ритма – это потенциально опасные нарушения, которые могут произойти в период общей анестезии. Как я уже говорила, желудочковая тахикардия называют уже более трех внеочередных сокращений, которые идут друг за другом. Источник этапических импульсов может быть в любом месте проводящей системы. Ну и импульс проходит необычным путем, что приводит к формированию таких деформированных желудочковых комплексов. Частота сокращений превышает 150 ударов в минуту. При этом ритм регулярный. Мы видим деформированные и расширенные комплексы КУРС и так называемое дискардантное расположение зубца П. То есть если максимальное отклонение комплекса КУРС направлено вниз, значит зубец Т будет направлен вверх. И наоборот. Это отличительная особенность желудочковой тахикардии. И кроме того наличие так называемой атервентрикулярной диссоциации, то есть зубцы П, если они и видны на кардиограмме, в момент желудочковой аритмии не совпадают с комплексами КУРС. То есть желудочки живут отдельно, а плетердия отдельно. Кроме того, это тоже характерная особенность желудочковой тахикардии. Могут проявляться так называемые захваченные или сливные сокращения из синусового узла. Вот они, зубец П, такой маленький виден. И вот комплекс КУРС нормальной конфигурации. Здесь то же самое, которые прошли из синусового узла. Ну вот, например, быстрая мономорзная желудочковая тахикардия. Очень неприятное состояние. Как правило, вот такие быстрые ритмы довольно значительно нарушают гемодинамику. Падает, значит, на давлении, пульс не пальпируется. Особенно это серьезное нарушение ритма у животных с уже имеющейся патологией сердечной мышцы. Чем выраженнее патология сердечной мышцы, тем хуже и недоброкачественнее протекает нарушение ритма. Есть некоторые нюансы и такие особенности, которые нужно учитывать. Потому что есть нарушения ритма, которые могут имитировать желудочковую тахикардию. Например, идиовентрикулярный ритм, он тоже точно так же происходит из проводящей системы желудочков, но частота сердечных сокращений примерно сходна с нормальным ритмом. И при этом идиовентрикулярный ритм, как правило, поддерживает нормальную перфузию. Чаще всего идиовентрикулярный ритм появляется на фоне травм, завороты, расширения желудка, вот таких вот внесердечных причин. Видно, что здесь комплекс нормального синусового ритма, дальше ритм меняется на идиовентрикулярный, но при этом частота сердечных сокращений сохраняется точно такая же, но чуть-чуть побыстрее. Такую аритмию не следует лечить, если желудка гемодинамически стабильна в этот момент. Синусовый ритм еще есть с так называемым оперантным проведением. Он тоже похож по виду на желудочковую кардию. Но при этом самое важное в этой кардиограмме, это то, что здесь есть зуб ЦП. Перед каждым комплексом КРС есть зубец П. Это говорит о том, что ритм сохранен синусовый, а дальше уже возбуждение идет по сердцу с некими изменениями, которые приносят блокаду. Например, там есть правые ножки пучка ГИСа, и это приводит к тому, что на ЭКГ вот такие вот формируются комплексы КРС, необычные формы, которые очень похожи на, скажем так, желудочковую тахикардию или желудочковое экстрасистовое. Такой ритм тоже не нужно лечить, как правило. Есть так называемая антидромная рецифрогная тахикардия, которая участвует, которая, так сказать, запускается при врожденном аномальном пути проведения, так называемый пучок Кента. Это еще дополнительный путь, помимо, ну, мы помним, что образуется импульс в синусном узле, дальше он идет в аторгентрикулярный, дальше по пучку ГИСа и волокном ножкам пучка ГИСа и волокном Пуркинье распространяется на миокарм. Здесь при данной патологии существует еще дополнительный пучок, дополнительный путь проведения, это пучок Кента, по которому может возбуждение циркулировать. Вот оно обычно циркулирует обычным путем, то есть идет в синусу узла, через аторгентрикулярный узел, вниз, и дальше еще запускается этот механизм повторного входа, вот он возвращается импульс по этому дополнительному пути. Но поскольку нормально происходит вот такое возбуждение, то и комплексы при, чаще всего при этой патологии, комплексы Курест не расширены и выглядят они как нормальные. Иногда бывают варианты, это как раз вот этот вот антидромный ревцитроп на этой кардии, когда вот эта петля РН3, то есть циркуляция возбуждения, идет наоборот, она идет сначала по дополнительному пути, и потом возвращается через аторгентрикулярный узел. И то, что возбуждение идет по дополнительному пути с задержкой, как раз формирует вот такие вот расширенные комплексы Куреста. Зуб СП при этом фиксируется позади комплекса. Вот такая вот тахикардия может тоже имитировать, хотя она совсем не желудочковая, это врожденная патология проводящей системы, редкое, слава тебе Господи, заболевание. Но тем не менее нужно помнить о том, что не все комплексы, которые расширены, и не все комплексы, которые вот такие вот там с нарушением проведения, являются желудочковыми. Потенциально опасные желудочковые ритмии. Какие? Это частые полиморфные желудочковые тахикардии, полиморфные желудочковые экстрасистолы, например. Это экстрасистолы и ритмы с феноменом РНТ, то есть это очень ранние экстрасистолы, практически которые залезают на зубец Т предшествующего комплекса. Это вот у нас, например, правда бывает совершенно здоровых животных, вот это ЭКГ получено у нас при холтеровском мониторировании здоровой собаки, совершенно без всяких жалоб и проблем с сердцем, но вот тем не менее одиночная экстрасистола и РНТ у нас была зафиксирована. Это желудочковая тахикардия с высокой частотой сердечных сокращений. Опасная вещь. Это еще более опасная вещь. Торсада депуантис называется, или тахикардия типа пируэт, когда желудочек тахикардии как бы меняет свою направленность. То есть здесь сначала преобладают положительно направленные комплексы, а потом отрицательные, как бы она вертится вокруг своей оси. Это очень неприятная штука, которая может перейти очень легко в фибрилляцию желудочков и закончиться летально. Опасные для жизни аритмии пароксизмальные устойчивые более 30 секунд желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков у пациентов с тяжелой органической патологией сердца и выраженной сердечной недостаточностью. Фракция выброса менее 30%. То есть практически все то, что мы обсудили как потенциально опасным, становится очень и очень опасным у пациентов с картизальной патологией. Если выявилась опасная аритмия, что мы можем делать? Еще раз вспомните анамнез, с чем она может быть связана? С предшествующей патологией, с электролитным дисбалансом, с какой-нибудь травмой, может быть, по этому поводу мы дали анестезию, с действием анестетика. Если мы уже все вспомнили и более или менее представляем, с чем она может быть, хотя бы примерно, с чем она может быть связана, мы оцениваем гемодинамику. Мы купируем боль для того, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что неболевой синдром вызвал эту аритмию. Мы должны проанализировать все возможные лекарственные воздействия, которые применялись у данного пациента, оценить возможные экстракардиальные причины и лечить это нарушение ритма при изменении гемодинамики. Купирование желудочковых аритмии. Ну, известно, что вводится в декаин, то средство, которое уже применяется давным-давно и до сих пор с большим успехом, вводится внутривенно-полюсно, разбавляется в течение двух минут, от двух до восьми миллиграмм на килограмм, лучше начинается с небольшой дозы. Бывает так, что одного или двух миллиграмм на килограмм достаточно для того, чтобы уже купировать нарушение ритма. В среднем 4 миллиграмм на килограмм для собак. У кошек меньшая дозировка, в 10 раз меньше, потому что у кошек и декаин потенциально токсичен. Под контролем ЭКГ. И при быстром введении он может вызвать гипотензию, поэтому его желательно вводить очень-очень медленно, в течение 30 секунд или даже минуты. И дальше, если аритмия купирована, он быстро выводится. Если аритмия купирована, то можно продолжать инфузию с постоянной скоростью. Второй этап. Если литекаин не действует, второй этап – это введение науэкаина амида, внутривенно-полюсно, 2 миллиграмм на килограмм, через каждые 2-5 минут, до общей дозы 20 миллиграмм на килограмм. Он точно так же может вызывать гипотензию, поэтому его тоже нужно вводить очень осторожно. Тоже можно переходить на инфузию с постоянной скоростью или на внутримышечные, затем инъекции. И для кошек доза такая – 3-8 миллиграмм на килограмм, но внутри мышечка, каждые 8 часов. Есть особенность, например, купирования в желудочных алкаритмии типа пируэт. Они реагируют на магний сульфат, на магнезию с 25-30 миллиграмм на килограмм, с 5-процентной глюкозой, внутривенно-медленно. Если эффект есть, то же дозу вводят в виде внутривенной инфузии в течение 24-х часов. Купирование желудочковых алкаритмий. Есть такие желудочковые алкаритмии из выносящего тракта правого желудочка. Они имеют такой вид, как при плакаде левой ножки пучка гиса. Такие алкаритмии могут реагировать на изоптин в такой дозировке. Алкаритмия в течение 1-2 минут вводят болюсно. И затем болюсами с интервалами 10-30 минут до максимальной кумулятивной дозы 0,2 миллиграмма на килограмм. В том случае, если мы понимаем, что аритмия возникает в результате действий анестетиков, есть возможность вводить антагонисты, в принципе, если они есть под рукой. Прадиаритмия. Это в том случае, если мы видим, что частота сердечных сокращений низкая. Немножечко покороче, а у нас уже заканчиваем все. Прадиаритмия достаточно серьезная вещь. Здесь мы видим синусовую прадиаритмию. Здесь мы видим сенатриальную блокаду с выскальзывающим комплексом. Это очень длительная оси столи. И здесь, например, медленно замещающий ритм из правого желудочка, который ни в коем случае нельзя путать с желудочковыми тахикардиями. Потому что это тот ритм, который спасает сердце от остановки при сенатриальной блокаде. Второе, с чем мы можем столкнуться, это от ревентрикулярная блокада третьей степени, никогда предсердия работают в желудочке, не отвечают на каждое сокращение предсердия. Связь между комплексами П и комплексами ПРС нарушена. Вот мы видим частые зубцы П и только один единственный в середине желудочковый комплекс, который откуда-то идет из проводящей системы желудочков, генерируется, и также спасает сердце от оси столи. Лечение бродельки. Первое, это тест на введение атропина. Мы смотрим, реагирует ли животное на введение атропина. Вот здесь мы видим, что да. В таком случае, если введение атропина помогает при положительном атропиновом тесте, мы вводим атропин и сульфат. При атропин-резистентности можно ввести эуфилин 11 мг на килограмм и при вене медленно. Но, в принципе, надо сказать, что нормальный ритм, нормальная перфузия поддерживается у животных с частотой 40-50, иногда даже 30 ударов в минуту. Ну и необходимо исключить гипогликемию, гипотермию, гиперкалиемию, особенно у животных с хронической почечной недостаточностью. В терминальных стадиях нужно прекратить инвестиционный наркоз в том случае или применить при опятной бродикардии на локсон в том случае, если мы знаем, что радиоритмия связана с применением анестетики. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Константинович. Я боюсь, что мы для вопросов времени не можем оставить. Извините вас, пожалуйста, потому что у нас два докладчика и два еще интересных доклада. Продолжение следует... Я прошу...